Мы провели, ну, такое большое исследование по ссылочным биржам, ссылочным донорам и так далее, и сегодня поделюсь информацией по ним. Так, сейчас я пошарю экранчик. Так, все, огонь, экран пошарился. Да, и так, кто вдруг меня не знает, меня зовут Андрей Буйлов, я буду ввести сегодняшнюю конференцию и расскажу вам, ну, в общем, прочитаю вам первый доклад. План моего доклада. Расскажу про разметку рекламы в биржах ссылок, ну, так немножко для разгона, пока ребята включаются. Стоимость в зависимости от тематики, средняя стоимость ссылки. Вам будет проще понимать, за сколько вы реально в этой тематике должны покупать ссылки. Стоимость в зависимости от качества. Доля качественных доноров по биржам, биты, биты, доноры по биржам и так далее. А где дешевле всего покупать ссылки, то есть какая биржа самая дешевая. Доля битых доноров сказал, на что смотреть при покупке, как находить доноров и как находить доноров очень быстро. Итак, для разгона разметка в биржах. Ну, в общем, когда вся эта заварушка прошла, пошла пора разметки рекламы, мы пошли разговаривать с биржами и спрашивать у них, ну, как вы это собираетесь решать. Потому что рекламные платформы, они как-то в последний год с этим как-то разбирались и так или иначе научились размечать или на своей стороне, или научились как-то с этим взаимодействовать. А биржи ссылок оказалось, что в стороне от всей этой движухи и, ну, в общем, на наши вопросы, как вы планируете с этим разбираться. Миралинкс нам ответил, что на данный момент информации нет сначала, а потом, ну, и что они обсуждают, это вот было за две недели до начала, в общем, до первого сентября, когда в Билиси начали работать эти штрафы довольно большие, если это нарушение будет реально выявлено, доказано. То пятого сентября мы еще раз у них спросили, ну, типа, как дела, и они написали, что новой информации особо нет, наблюдают за ситуацией, ну, и, в общем, что мы, что они никак маркировать не планируют. Реклама распространителем не являются, и вообще ссылки не реклама, ну, типа, оттенцы. Мы спросили то же самое в августе у Сейпа, и они нам сказали, что сначала они пошли уточнять, на следующий день вернулись и сказали, что подлежат, маркировке подлежат исключительно рекламные ссылки, которые необходимо регистрировать вместе с рекламным договором для получения токена. В нашем же случае мы оказываем технические услуги по увеличению цитируемости сайта, ну, то есть, типа, тоже ссылки не реклама и типа, оттенцы. То есть, переходы пользователями отслеживаются, не тарифицируются, в блажерском учете также идут как технические услуги. Таким образом, указанные ссылки, по нашему мнению, не подлежат регистрации в качестве рекламных, а следовательно, и токен для маркировки не присваивается. Ну, в общем, то есть, биржи здесь не собираются ничего метить, говорят, у нас техническая услуга, и вообще это ничего не нужно. Что мы в связи с этим предприняли? То есть, как мы с этим теперь обходимся? Мы не метим ссылки, то есть, мы когда размещаем ссылки SEO-шные, мы их не метим, неважно, как мы их разместили напрямую или через биржу. Если этого не требует сама площадка, то мы ничего не метим. Ну, а на таких площадках, которые метятся, мы там, как правило, не размещаемся. Это, как правило, довольно крупные издания. Ну, скорее всего, обычно, если вы будете размещаться на каком-нибудь, там, не знаю, на «Комсомольской правде» какой-нибудь, то они вас заставят это все разместить, потому что они боятся этого закона. Для обычных же ссылок, для обычных площадок, там, где сама платформа, где вы размещаете, сам донор не требует этого, то мы пришли к такому выводу, что надо размещать статьи не рекламного характера, то есть не восхваляющие эту организацию, а просто какая-то нейтральная статья про эту тему. Ну, допустим, вы хотите про автокран ссылку поставить, то пишите статью нейтральную про то, какие, не знаю, особенности есть у автокранов или как там какую-нибудь псевдоновость делаете про то, как вот там какой-нибудь собрали рекордный Гиннес автокран, и там просто в статье будет ссылка на ваш сайт, на продвигаемый. И, в общем, все. То есть на этом сложно прикопаться, что это реклама, потому что там нет вот этого признака выявления, ну, признака рекомендации, скажем так, признака, что вот именно здесь заказывайте, это покупайте и так далее. Просто не пишите это в статьях, если вы делаете, ну, так же, как и мы, готовите эти статьи с помощью нейросеток, с помощью G-5, то следите, чтобы этот G-5 не написал там чего-то рекламного и все. Я думаю, что проблем на данном этапе с этим не должно быть. Не воспрямите это как, ну, рекомендацию в том смысле, что мы сами до конца не знаем, и сами ни биржи не знают, и никто не знает, куда это может вырулиться, потому что там это еще и не одно ведомство за этим следит, и они друг с другом еще не до конца договорились. Но вот делюсь опытом, как мы с этим обходимся. Так что пока такое совокупное мнение рынка, что это метить не сильно нужно. И нужно только, если прям вот такая рекламная статья. Теперь поехали по тому, что мы сделали. Мы взяли порядка 130 тысяч доноров. Мы спарсили кучу источников, поговорили с кучей прямых продавцов. Ну, как, там есть и прямые продавцы, прям держатели из PBN-сеток, и есть большие перекупы. Причем настолько большие, что у некоторых перекупов объем ссылок, которые они продаются, измерим с биржами некоторыми. Поэтому, ну, в общем, получилось в сумме порядка 130 тысяч доноров. Эта сумма периодически подрастает до 140 тысяч, а потом мы это дофильтровываем и что-то убираем, и получается все равно в районе 130 оно болтается. Спарсили десятки характеристик по всем этим донорам и с помощью, ну, не совсем, наверное, искусственный интеллект, но, в общем, с помощью нейротеток отследили потенциальную полезность для SEO и разметили от нуля до ста, насколько это крутой донор, разметили тематику, мы взяли рубрики, которые, ну, как размечает Google, то есть у них там чуть больше тысячи тематик, как они разделяют сайты, и, ну, разметили вот все эти 130 тысяч доноров. И настроили алгоритмы подбора доноров. Сейчас про это все расскажу. Ну, давайте немного статистики, точнее, много статистики. Это первое – это стоимость ссылок по тематикам. По Рунету, в общем, довольно ровненько идут большая часть тематик в районе, ну, там, в диапазоне от 200 до 400 рублей, ну, даже 200 до 300, наверное, в основном. И одна только тематика сильно выбивается, это условная тематика новости. Почему? Потому что там есть как раз вот эти площадки, которые продают с себя статьи по другой модели. Ну, то есть эти площадки продают статьи по модели, ну, такой рекламной, скажем так. То есть это тот же вот, у кого там в московском самолете я сегодня приводил в пример. Вот такие же, ну, подобные информационные площадки, там, РБК и так далее, которые еще до того, ну, или, скажем так, параллельно с тем, как SEOшники стали закупать ссылки, они продают их по модели рекламной, и, в общем, они допускают, чтобы мы там ссылку прямую тоже поставили, многие из них. Но за счет того, что у них изначальная модель монетизации другая, и они ставят не ради SEOшной ссылки, а ради рекламы, то площадки более качественные, площадки более, ну, как правило, эта статья у вас разместится в основном разделе где-то, она попадет в перелинковку, часто попадет на главную, ну, и, то есть, с точки зрения качества, ну, качества и донора, и вот всей вот этой обвязки ссылки, оно выше, но и стоимость выше на порядке обычно. То есть если здесь, как некоторые усредненные цифры, 1400, то реально хорошие новостные доноры, конечно, они там десятки тысяч стоят. Некоторые иногда вообще под 100, посмотреть базу, там есть 80 тысяч, 60 тысяч берут за одно размещение, ну, есть такое вот медианно-среднее, которое мы взяли вот в среднем по больнице, из 130 тысяч доноров 30 с чем-то тысяч, это унетные доноры, и вот по ним мы взяли вот такую статистику, то есть в среднем, если ориентироваться, ну, берете свою тематику и смотрите, вот если в среднем это там 200 с чем-то рублей, вот на это в среднем можно ориентироваться, если вы берете такие средние ссылки, а не поверху рынка с точки зрения качества. Да, здесь есть, ну, кто-то, наверное, заметил, что есть пункт такой пусто, это просто у нас в разметке так было, это сайты, у которых тематика не определилась, то есть как мы определяли это нейросеткой, то у некоторых сайтов нейросетка не смогла точно определить тематику, ну, поэтому, ну, тоже как бы в среднем по всем остальным, скажем так, тоже в районе 200 с копейками рублей. А теперь про стоимость ссылок расскажу в зависимости от качества донора. Уже сказал, что мы разметили от нуля до ста все 130 тысяч доноров, и у нас что у нас получилось? У нас получилось, что огромное количество доноров получило нулевую отметку, это значит, что, ну, в общем, в целом, если усреднить, то мы не рекомендуем покупать ссылки вот с таких доноров, и они супер дешево стоят в среднем, то есть там среди них медианно-средняя, но очень низкая, ну, скажем так, 100 рублей, типа 70 рублей, 150 рублей, в общем, довольно дешево. Чем выше качество, качество, ну, формулу про качество не буду рассказывать, но, в общем, мы учитывали, а, мы учитывали то, что я простое, я дальше буду рассказывать, так что здесь тоже не буду особо упоминать, то есть мы учитывали все те параметры, которые дальше я буду говорить, что нужно использовать. И, ну, чем выше растет качество, то есть там растут пузомерки, растет ссылочная, ну, сила, скажем так, этого донора, растет посещаемость, индекс, ну, и, в общем, много чего еще. И где-то, ну, фишка в том, что где-то вот примерно с этого уровня резко начинает расти стоимость, то есть вот между 30 и 35 по качеству разница не такая, ну, не такая большая с точки зрения эффективности этого донора, ну, а мы как раз эту разметку делали таким образом, чтобы большую оценку получили в результате донора, который обычно по нашему опыту дает лучшую отдачу с точки зрения продвижения. И видно, что дальше это растет, ну, практически в прогрессе, то есть довольно быстро, а до 30 довольно слабо. То есть если мы говорим о, ну, такой разумной стратегии, то вот в этой концепции разумно покупать ссылки, ну, не 30, 35, 45, а, точнее, не 35, 40, 45, а вот на 30 остановиться где-то, вот 25, 30 и где-то здесь в основном покупать, потому что дальше, ну, лучше купить две ссылки по 30, чем одну ссылку на 35, то есть логика примерно такая. Ну, и, соответственно, в среднем это самые сильные сайты в районе, там, 60-65 рейтинга, стоит вот в районе, там, 8-10 тысяч, это тоже медианно-средняя, опять же, есть сильно дешевле в районе, там, 2 тысяч рублей при высоком рейтинге, есть, которые, там, 60-80 тысяч стоят, при этом медианно-средняя вот такая, порядка десятки. Теперь по количеству доноров в зависимости от качества. Видим, что к доноров рунетных тоже, как уже сказал, что чуть больше, чуть больше 30 тысяч в базе, нулевых, то есть тех, у которых совокупная вот эта формула определила, что ссылку оттуда покупать не надо, это вот, ну, большая часть, то есть вот 22, наверное, примерно тысячи, это плохие доноры, ну, и остальные, там, порядка 10 тысяч доноров распределены вот где-то вот в этом диапазоне, но большая часть все равно такие слабоватые и совсем мало слабых, то есть совсем мало серии. Теперь расскажу про самую дешевую биржу в рунете. Ну, так, бирж много всяких взяли, продавцов много всяких взяли по миру, но рунетные биржи я взял вот эти, Миролинкс, PRSafe, Гигитлинкс, Ротопост, Благун, и мы посмотрели площадки, ну, то есть доноры, которые представлены больше, чем одной биржи. Ну, потому что сначала мы сделали просто, типа, дешевле всего где, но там оказалось, что очень много эксклюзивных площадок, эта картину ломает. Вот, а если посмотреть, где площадка представлена больше одного раза, ну, например, там, многие, там, Гигитлинкс и Миролинкс одновременно есть, то мы посмотрели, а где дешевле в итоге. И оказалось, что в половине случаев при вот таком двойном размещении или размещении в нескольких местах, Миролинкс в половине где-то случаев дешевле остальных, но во второй половине случаев это другие площадки. И те из вас, кто пользуется только Миролинксом, а я знаю, таких много, ну, вы, в общем, в половине случаев вы переплачиваете. Вы платите больше, чем вы могли бы, если бы нашли это же донора в PR-сейпе, в Гитлинксе, в Ротопосте, в Багуне или при прямом размещении. И при этом, то есть сейчас мы все больше прямых продавцов размещаем, тоже если у вас есть своя сетка PBN, или вы, ну, отдельная, которая в биржах не участвует, или у вас есть сетка, которую вы через бирж размещаете, вы можете написать нам в поддержку, ну, или мне в личку, если у вас есть мои контакты, и мы добавим вас. Ну, и, соответственно, у вас тоже будут покупать вот здесь, вне бирж, и вы не будете, ни вы, ни покупатели не будете платить комиссию самим биржам. Вот, и эта база сейчас прямых размещений тоже растет, ей тоже можно уже начинать понемногу пользоваться. Вот, ну, то есть те, кто размещает только в одной бирже, особенно если это не Миралинкса, а Гогит, например, или PR-сейп, то вы точно недоэффективны, то есть вам нужно начинать использовать все остальные платформы тоже, и просто находить, где дешевле. Где дешевле, именно у этого донора разместится, а разница часто в разы. То есть, может быть, например, в Миралинксе 500 рублей стоит ссылка, а в Гогит, в Линксе 300. Или там, или наоборот, в PR-сейпе может стоить там 700 рублей, а в Миралинксе 400 или 300. Вот, обычно разница не такая большая, ну, типа там 700 и 500, вот такая, но часто прям в разы. Иногда на порядке. Да, если говорить о размещении в нескольких местах, то максимально, сколько я видел, вот вчера мы добивали эти данные по статистике, одна площадка, которая размещена сразу в восьми биржах, и это было, ну, довольно забавно. Причем русскоязычная площадка, в восьми биржах много площадок, в семи биржах, в шести биржах размещены. Ну, и прям очень много площадок, которые в двух и больших местах можно купить, ну, и в каком-то из них дешевле. Почему здесь почти нет прямых продавцов, здесь вне биржи, видно один процент? Потому что, потому что в Рунете слишком развиты биржи и не развиты перекупы. Если на Западе перекупов много, то есть там много ребят, кто такие, ну, мини-биржи такая, то в Рунете перекупов нет, ну, или почти нет, и в Рунете, если это прямой продавец, то это владелец PBN, которого нет в биржах обычно. И поэтому здесь, так как у нас было требование, что площадка должна быть в двух местах, продается, а если у него PBN, то она его PBN, он ее нигде больше не размещает, то, ну, здесь они просто не попали сюда, реально прямых продавцов сильно больше. В бурже. По буржу отдельная статистика будет в моем отдельном докладе, где-то через месяц я буду делать его. Но вот одну штуку я вам решил показать. Это статистика по миру. То же самое. Мы взяли доноров, которые есть больше, чем в одной бирже, или, ну, в одном источнике, скажем так. И видно, что здесь самое дешевое место, вот в 23 случаях, PR Posting, Getspot Links на втором месте, PR News, ну, практически тоже на втором месте у них одинаково, коллаборатор почти так же, как они, вне бирж, на каком, получается, четвертом, пятом месте, и, ну, Миролинкс на предпоследнем месте, PRSA и Pluit Links. Ну, здесь, понятно, ну, еще их довольно мало, то есть у них доля западных доноров довольно небольшая. Но в целом, то есть видно, что когда вы размещаете ссылки на запад и используете, ну, не только свои PBN-ки и не только дробдомены, а еще и, ну, какие-то площадки и чужие базы, и просто размещение через кого-то, через Перекубов, через Владислав Кубенок и так далее, ну, то это прям преступление не проанализировать, а где это можно купить дешевле, потому что разнообразие прям лютое. То есть нет ни одной биржи, которая бы подавляющей, ну, как в Рунете, там, Миролинкс в половине случаев, ну, в принципе, если вы прям ленитесь и вам принципиально использовать только одну биржу по какой-то причине, неведомо мне, то вы, ну, можете использовать там Миролинкс, и вы только в половине случаев будете переплачивать. То здесь вы будете переплачивать, ну, вот если вы используете только, например, PR-постинг или только, ну, здесь только PR-постинг, то вы в трех-четвертых случаях будете переплачивать, причем часто в разы. Если вы используете только Миролинкс, то вы, ну, получается, почти во всех случаях будете платить больше, чем вы могли бы, если бы знали, что эта площадка где-то еще размещена. Вот, поэтому обязательно, обязательно эту аналитику нужно делать. По битым донорам мы проанализировали. Ну, то есть мы посмотрели, какие доноры не, ну, уже там освободились или просто ошибку какую-то выдают долгое время, там, месяцами, и при этом они остаются в базе биржи. И что мы получили? Ну, Гугитлинкс с Миролинксом у них по 6%, они лидеры по битости, то есть у них 6% базы, это не живые площадки. У PR-сейпа 5%, у PR-ньюс, PR-постинга 4%, и потом у всех остальных резко меньше. Вне бирж, то есть у прямых продавцов почти нет битых площадок, у Ротопост, у коллаборатора почти нет, у Благуна почти нет, и у Геспотлинкса еще меньше, вот у него там 0,4%. А теперь расскажу про долю низкокачественных доноров. Низкокачественные – это уже по нашей оценке, это не полностью битые нерабочие сайты, это сайты, которые получили нулевую отметку, то есть сайты, с которыми прям категорически не рекомендуем покупать ссылку. И у западной биржи Геспотлинкса и Гогиклинкса максимально 82-83%, у PR-сейпа 73%, протопост 70%, PR-постинг, PR-ньюс, ну, примерно у этих одинаковых, Миралинкс, PR-ньюс, PR-постинг, протопост, порядка 70% базы не рекомендованы к покупке. Вне бирж 60%, у Благуна 48%, у коллаборатора 38%. Ну, в общем, мы как бы это и так знали, что у коллаборатора довольно такая одна из самых свежих и чистенькая база. По стоимости они очень часто дороже, чем остальные, но и база такая часто почище. Теперь расскажу о том, на что смотреть при покупке. Ну, во-первых, я не буду давать конкретные цифры, потому что они очень сильно отличаются в зависимости от мод. Вот, и вот наша формула вот этого там SEO-ранка, как мы ее назвали, там, или SEO-рейтинга, она, ну, как бы очень такая комплексная и с кучей нюансов. Поэтому, когда вам говорят, что покупайте ссылки с домин-ранком вот там от 20, ну, это очень сильное упрощение. Вам это говорят просто, что вам проще было в этом ориентировать. На самом деле, надо не так смотреть. Ну, не только на это. По языку. Язык, ну, когда мы закупаемся, мы сначала выкупаем все, что на нужном нам языке. Страны могут быть разные. Ну, в первую очередь, страна, чтобы совпадала тоже. Но язык по-любому. То есть, пока мы не выскребим все с языка, то... Забавная фраза. Ну, ладно. То мы не идем в другие языки дальше. Страна, понятно. По городу, ну, в общем, неплохо, если совпадет. Но, в общем, по нашим наблюдениям, не особо это на что влияет. Поэтому страна тоже. Мы сначала выскребаем все с целевой стороны. Ну, если мы говорим про СНГ и по России нам нужно продвигать, то мы возьмем, прежде всего, Россию. Потом только пойдем по остальному СНГ. Доминранг. Доминранг должен быть, ну, не около нулевой. Но при этом и он не должен быть заоблачный. Потому что, во-первых, доминранг накручивается, и нужно его смотреть, каким образом он сделан. То есть, мы сейчас делаем большое исследование по тому, как можно накрутить доминранг. И, соответственно, мы чуть позже внесем в пометку в базе, что у этого донора накручен доминранг, у этого не накручен. Ну, и примерно, наверное, будем делать справедливый доминранг. Ну, как бы тот, который без накрутки был бы у этого донора. Потому что очень много в базах, которые продают ссылки, накрученных позамерок. Прямо очень много. И в биржах, и у прямых размещенцев. Поэтому просто смотрите, чтобы он был не нулевой, но не гонитесь за тем, что он был там 60-50. Очень много доноров, у которых доминранг там 10-15. И это, помни себе, хорошие доноры. Иногда даже DR-5 можно неплохого донора найти, хотя DR вроде как небольшой. Дальше, трафик спусковых систем нужной страны. Ну, под нужной страны я имею в виду, что если это Россия, то из Яндекса и из Гугла должен быть трафик. Ну, прежде всего из Гугла. А под большинство западных стран, ну и вообще мировых, не России, нужно, чтобы из Гугла был нормальный трафик. Почему из России, тоже из Гугла, трафик важен? Ну, то есть мы смотрим в России и Яндекса и гугловый трафик. Потому что, ну, ссылки, прежде всего, эффект дают в Гугле, конечно. В Яндексе они тоже работают, но не так здорово, как в Яндексе. А по индексу? По индексу индекс должен быть, ну, не около нулевой и не нулевой. Соответственно, если у вас там, ну, хотя бы там несколько десятков страниц в индексе есть, то, ну, просто смотрите, а сколько исходящих ссылок на разные домены на эти несколько десятков страниц. То есть если их мало, то, в общем, вполне себе нормально может быть донор. Но важно понимать, что это, скорее всего, будет какая-то полу-ПБМ-ная история. То есть это небольшой полноценный сайт, который имеет большие шансы быстренько заспамиться. То есть если на сайте всего 50 страниц, ваша будет 51-я со ссылкой. Ну, большая вероятность, если еще он недооцененный, то есть по стоимости ниже рынка, то он заспамится в течение полугода, и эта ссылка у вас уже будет, ну, как бы, не сильно эффективна. Токсичная она вряд ли станет, а вот неэффективной станет, скорее всего. По Trust Flow, ну, и Citation Flow, по Majestic, мы на это смотрим. Мы не сильно смотрим на соотношение Trust Flow с Citation Flow. Ну, если Citation Flow прям люто больше, чем Trust Flow, там, в 5 раз, в 3 раза, то это негативный признак. Если он примерно соизмерим, но меньше, то есть многие там не покупают ссылки, если ссылку с донора, если Citation Flow меньше, чем Trust Flow, это очень сильно урезает вам диапазон, точнее, нет, Citation Flow, наоборот, больше, чем Trust Flow, урезает диапазон доноров, которые вы можете взять, а это могут быть хорошие доноры. Очень много доноров, у которых Citation Flow, например, 15, а Trust Flow, например, 10. И это не признак плохого донора, поэтому здесь аккуратненько, ну, вот, если вы тоже делаете совокупные формулы, как это мы делаем, то, ну, вот это учитывайте. По X, если мы говорим про Rune, то на X, ну, стоит смотреть на самом деле, потому что X неплохо коррелирует с трафиком, и, ну, в целом, площадки с нулевым X, как правило, и как доноры тоже не очень, вот, поэтому X мы в своей формуле используем, если это Rune.net площадка. Дальше размещают линии тематику. Это сложновато отслеживать, ну, это можно по исходящим анкорам посмотреть, можно просто попарсить сайт, посмотреть, что там есть, можно посмотреть по исходящим урлам, ну, типа тематикой, тематике доноров, по тематике доноров, получателей, наоборот, по тематике получателей, ссылки с этих доноров. И это чуть хлопотно смотреть. Мы это частично делаем и будем делать в будущем на всю базу, но, ну, в общем, сложновато это. На большую базу, куда есть 130 тысяч доноров, хлопотно. Если маленькую у вас базу, то желательно на это смотреть. И если донор размещает много не тематики, со временем польза от него будет хуже. То есть если даже сейчас этому мало, то когда этого будет больше, то ссылка должна отрабатывать с высокой вероятностью будет хуже. Дальше, продается ли этот донор в аренду. Ну, для этого, как бы, у нас арендная биржа основная одна, это Сейп. То есть вот мы выкачали оттуда сайты, которые продают в аренду там, и, ну, у себя тоже разметили. То есть для нас это негативный сигнал, если биржа продается в аренду, но если донор продается в аренду, то мы скорее не будем оттуда брать ссылку. Ну, точнее, мы понизим рейтинг. Количество исходящих ссылок, и мы, ну, я рекомендую смотреть количество исходящих ссылок на разные домены, конечно. Ну, и с учетом остальных параметров. То есть если у вас донора 5000 исходящих ссылок на разные домены, но при этом это супертрастовый, это какой-нибудь тоже РБК, то это вполне себе нормальная история. Если это там маленький сайтик, и у него на 10 тысяч страниц в индексе 5000 доноров на разные домены, ну, такое себе, и такое брать не надо. Так, ну, можно смотреть на то, был ли под АГС. Единственное, что фильтр АГС – это довольно старая история, и сейчас таких сайтов просто очень мало. И обычно у них остальные параметры уже настолько плохие, что на это смотреть уже, ну, как бы не сильно нужно. Но можно. Дальше размещает донор в основном разделе или на острове, ну, то есть в таком неперелинковом основном сайте. Про это недавно говорил Google. Про то вот это, про паразитное SEO, про то, как вот там отдельно у вас размещают какие-то статейки. В общем, многие сайты, которые продаются в бирже, как раз такого острова делают, который неперелинкован с основным сайтом, и размещаться там сильно хуже, чем в основном разделе. Хотя пока это работает нормально. Пока работает нормально, но на будущее я бы уже избегал такого подхода и вручную проверял, а где же они размещают свои ссылки. А может быть, мы у себя научимся это размечать чуть позже, но пока не обещаю, потому что довольно хлопотная история по разметке этого на большом объеме. Дальше попадает ли статья в пеленковку? Ну, то есть будут ли, типа, похожие статьи, вот это все, и будет ли ваша статья вот в этом блоке? Потому что это сильно повышает ее вес, на который на нее стекается с сайта, и вам от этого будет лучше. Ну, из этой же истории попадает ли статья на главную? Если попадает на морду, соответственно, с мордой тоже какой-то вес сечется, быстрее проиндексирует эта страница. Ну, и, в общем, в моменте будет чуть лучший эффект. Потом она, когда главный сползет, будет, конечно, это все размажется, но все равно это чуть лучше. И смотрите на то, а не взломана ли эта площадка. Это проверять довольно сложно, но есть биржи, которые на этом специализируются, и к ним просто ходить не рекомендуют. То есть тот же Трастик, например, который изначально на этом специализировался, потом они у себя поменяли, что они, типа, просто договариваются как-то с этими владельцами площадок, но изначально у них прямо на главной, если вы архиве посмотрите, написано, что вот мы, типа, у нас в два раза дешевле, чем у всех остальных, потому что мы используем взломы. Вот, крайне не рекомендую с этим баловаться, но при этом и на обычных биржах ссылочных есть взломанные сайты. Просто с этим аккуратнее смотрите, а может ли ваш прямой конкурент со своей ссылки, со своей главной страницы продать скрытую ссылку. Ну, с огромной вероятностью его взломали, и, ну, с некоторой вероятностью у вас могут быть юридические проблемы потом, поэтому в этом смысле аккуратнее. Ну, и есть штука, новая сложность с Яндексом. Яндекс начал показывать не так давно, но перестал показывать индекс, и он теперь показывает вот для РБК, ну, по крайней мере, вот через директиву сайт двоеточия и через Airhost тоже он показывает вот только 12 тысяч результатов, хотя там больше миллиона страниц, 3, по-моему, миллиона в гугле. И, ну, поэтому по индексу Яндекса, если какие-то свои совокупные пузомерки какие-то мерить, ну, там, совокупная формула, которая определяет рейтинг-донор, как это мы делаем, то есть учитывайте, пожалуйста, вот это, что очень часто это просто будет отсечка, там очень часто будет писать 3 тысячи просто результатов и все. Ну, во-первых, он сейчас это не пишет на самой страничке, он это пишет только в тайтле странички, сколько найден результат, страницы поиска. Вот. Если вы знаете какой-то другой способ, как посмотреть по чужому сайту реальный индекс, напишите, пожалуйста, в комментариях или мне в личку. Будем угадать на этот способ. Пока не видно таких способов красивых, чтобы можно было что-то близкое к реальному индексу смотреть. Что мы сделали? Ну, я уже показывал, кто следит за Telegram и YouTube-каналом моим, я показывал, что мы внутренне эту базу выложили как сервис, там есть и бесплатный вариант пользоваться, использование его и платный. И мы из Крутого недавно, пару недель назад, мы добавили новую рубрикацию. Если до этого у нас было размечено только рунетные, вот там 30 доноров, теперь у нас размечены все 130 тысяч. Ну, ладно, не все 130, все 130 мы попытались разметить, реально разметил где-то 110-115 тысяч остальное, там такой неопределенной пока тематики. И, ну, это довольно прикольно. То есть просто выбираете рубрику, и он по всему миру вам найдет. То есть может отфильтровать там по языку, и он вам найдет. Вам найдет на русском языке. Чуть позже будет разметка по стране, но я думаю, что… Ладно, не чуть позже, я думаю, что сильно позже, потому что такую тоже большую базу довольно хлопотно и дорого размечать по титульной стране. Короче, рубрикация. Дальше это… А, ну вот результат. Собственно, вот мы выбрали компьютерную безопасность, поставили минимальные отсечки по domain rank, trust flow и трафику. Вот он нам дал начало списка доноров. Вот он нам выбрал там хакер, сейф-зон и так далее. И мы видим, что вот хакер перегретый, вот то, что я вам говорил, многие доноры, которые такие ближе к классическим СМИ, они имеют хороший трафик, вот этот трафик с гугла по Ахревсу, но и стоят, будь здоров, подсоточку. У сейф-зоны, например, то есть у нее… вот мы сейчас здесь на скрине еще нет, мы только вчера вывели рейтинг. У них соизмеримые, в общем-то, рейтинги, но сейф-зон стоит 455 рублей, то есть сильно недооцененная площадка. Вот Virus.info 900, CloudAge 644. Ну, то есть вполне себе… а, мы выбрали еще рубрику, этот язык здесь, поэтому только раскрытие на площадке. И результат можно выгрузить через, ну, короче, экспорт там, в CSV-ку. И, ну, вот я ее немножко причесал, чтобы видно было получше. И вот видно, что в последнем столбце, кроме тех параметров, которые и так нам показались, видно, где можно купить. Вот в Миролинксе мы сейчас добавили прямые ссылки, что прям переходите и прям там можно купить, то есть искать не надо. И видно, где дешевле. Вот в Миролинксе 80 стоит, в PR-сейпе 76. То есть здесь чуть дешевле PR-сейпа. Вот здесь второй донор, 950, и в коллабораторе 455. То есть здесь вот сейф-зон. Несмотря на то, что коллаборатор выпилил большую часть руссказечных площадок, часть можно все-таки найти. Вот, например, вот это там размещается. Virus.info вот здесь видно. 1300 в Миролинксе и в Ротопосте 900 она стоит. И CloudAge только в Миролинксе. Много, кстати, доноров, которые только в одной бирже. Опять же, повод не остаться только в одной бирже, а вот так вот везде зарегаться и везде таким образом работать. Теперь по Гэмбле. То есть у нас внутри уже есть у нас разметка сайтов, которые размещают в Гэмблу. У нас есть отдельные цены для Гэмблы. Ну, то есть если донор размещает, готов размещать такие сомнительные тематики, то у нас отдельная цена для этого есть. Пока она, по-моему, мы ее выводим в цене, но пока этого нет в фильтрах, будет там в течение месяца. Пока это можно делать таким образом. Вы выбираете рубрику, игры. Ну, во-первых, по всем играм можно, по-моему, разместиться. А можно именно вот Гэмбловые тематики, вот карточные, кости, азартные и так далее. Тоже те же фильтры у нас, DRTF и Total Traffic. А, и тоже язык, язык русский выбран. Вот, другие подзамерки по индексу и так далее ничего не выбрали. И вот он нам дал кучу сайтов, связанных так или иначе с ставками на спорт и с азартными играми и так далее. Соответственно, тоже погнали работать. То есть кликаете вот по конвертикам вот здесь справа или выгружаете, если тариф позволяет, целиком, и в табличке. Вот эта табличка, у меня максимальный здесь тариф. Табличка показывает, что вот этого донора можно только на PR News купить, этого только на Миролинксе, этого на PR Posting, этого на Google News. Ну, то есть очень много эксклюзивных доноров и много доноров, где его две. То есть на Миролинксе в два раза дешевле, чем на PR Sait, например. И так далее. Ну, то есть механика понятна. И вчера мы размотали крутую штуку. Называется она автоподбор доноров. Работает следующим образом. Вы вбиваете только адрес сайта, язык и ключевые слова. Можно там немного и закинуть, там буквально 2-3 фразы, может побольше. Жмете «Получить список доноров», и он вам выдает сразу список. То есть вообще ничего не нужно заморачиваться, ни по замерке никакие вводить, ничего. Сразу, ну, сразу получаете список доноров. Единственное, что здесь пока нет экспорта. Ну, и мы его сейчас докручиваем. Это первая его версия. Вот вчера только размотали, мы так вечером смотрели, есть ли там баги, можно ли про него сегодня рассказывать. Вроде лютых багов особо нет, а то, что мы нашли, мы исправили. Но пока это такая бета-версия, но уже работает. То есть мы уже целиком перешли у нас в студию, но вы знаете, что у нас там много клиентских сайтов, много своих проектов. Весь имбилдинг мы перевели на эту базу. То есть сейчас вот, ну, со вчерашнего дня мы начинаем и автоподбором, ну, то есть заменяем обычный перебор, вот то, что я до этого показывал, целиком автоподбором. Единственное, что обычным подбором можно пользоваться и на бесплатном тарифе, и там, ну, довольно заметные лимиты, и по платным тарифам там по-разному посмотрите, по-разному тарифы, а автоподбор доступен на бесплатном режиме, недоступен, и в зависимости от тарифа, ну, там растут, растет объем. То есть там на лайт-тарифе он несколько всего, по-моему, три, по-моему, донора показывает, типа, лучших, по его мнению. На следующем тарифе, по-моему, пять, и на максимальном тарифе, вот как у меня он показывает, 10. Пока мы на тарификации думаем, смотрим, как это лучше сделать. Ну, вот пока вот таким образом. И количество поисков на бесплатном тарифе ноль, нельзя автоподбором пользоваться. На платных тарифах там тоже, типа, три, пять и десять, по-моему, в месяц. Ну, и если вам нужно больше, то пишите в саппорт, поговорим про индивидуальные истории. И вот здесь справа я тоже показал, ну, что будет, вот если по конвертикам нажать. То есть здесь такого столбца справа нету реально в... ну, на платформе только при выгрузке. И вот видно, что первая площадка, вот она там подходит нам по тематике манипулятор автокран. И вот в Миролинксе 2.400 она стоит, и в арендной саппе она за десятку. То есть эта площадка уже получила минус по своему рейтингу, даже из-за того, что в аренду тоже она продается. Но даже несмотря на это, ну, здесь много хорошего. Доминранг неплохой, трассфлоу неплохой, трафик какой-то есть. Ну, в общем, в целом все неплохо. И вот видно, что, ну, это вот эти площадки, напротив которых написано, это их можно на этих биржах купить вот по такой цене. По этой тематике, что интересно, кстати, именно в аренде автокранов очень много на PR-сейпе. То есть не так много доноров на Миролинксе и очень много на PR-сейпе. Да, я вижу, спрашивают про ссылку на сервис. Сейчас у меня в конце будет. Дальше, вот, например, я взял там сайт все инструменты, допустим, если наш сайт, ну, допустим, если все инструменты хотят, захотят закупиться ссылками. Тоже язык, несколько запросов, адрес сайта, и все, вот он дал. И здесь уже, это последняя версия, это вчера вот ребята выкатили, выкатили SEO-рейтинг, вот это от нуля до 100. Реально максимальный SEO-рейтинг 65 сейчас. То есть больше 65 ни один донор не получил. Ну, поэтому примерно на это ориентируйтесь. То есть ноль, это прям не нужно покупать. Пять, скорее, нет, чем да. Десять уже, в принципе, можно покупать. Десять, пятнадцать и выше уже можно покупать. И что мы сделали? Вот я вам показывал сегодня среднюю стоимость, в зависимости от качества, мы стали выводить для Рунета среднюю для доноров. Вот, например, мастер-форум, он на этой тематике. Но хорошие пузомерки, трафиковые и так далее. Хороший рейтинг суммарный. Но при этом он стоит 15 тысяч при средней стоимости для такого рейтинга 2 500. При этом следующие площадки имеют, ну, более низкий рейтинг, но зато они сильно ниже своего рейтинга. То есть если для вот рейтинга 10 858 средняя цена, то это продается за 229. Ну, как бы надо брать. Ну, по-стальному тоже их стоит, наверное, немножко посмотреть потом в конце. Но при этом, ну, после того, какую-то выборку это автоматическую получили. Но при этом уже эта проверка такая более дежурная и прям иногда может попасть что-то не то. И вот строймарт, который вполне себе с хорошим рейтингом, то есть типа замерки неплохие и SEO рейтинг суммарный 25, очень соизмерим с, в общем, с мастер-форумом. И при этом он супер дешевый, 340 всего стоит. И, ну, в общем, стоит тоже немножко посмотреть, потому что вот исходящих ссылок на разные домены 3 300, я бы посмотрел на индекс еще, посмотрел на другие истории. Индекс у нас сейчас как не выводится, чуть позже будем его вводить. Он у нас в базе есть, и в SEO рейтинге он учитывается, но в выводе пока его нет, фильтра пока у него нет. Все, и сразу получаем подборку площадок. Вот по западу мы пробовали. Ну, допустим, мы хотим работать под какую-нибудь Аргентину. Какие-нибудь ставки. Вот мы берем, мы берем ставочный сайт, испанский язык. Берем, ну, на испанский я просто Google Translate там перевел, перевел запросы. Это, по-моему, я ставки на спор, по-моему, я ввел здесь. Вот. И, в общем, он дал список, список доноров. И вот кликая вот сюда, вы получаете вот PR-постинг за 200 баксов, можно купить в PR-ньюсе за 338. Так, лимиты на автоподбор сейчас такие в месяц. На битплатном тарифе 0, на LITE 5, на стандарте 15, на 20 и 30 и ограниченное количество доноров. Наверное, мы его расширим сейчас. Количество чуть малого получается. Больше данных по буржу будет примерно через месяц на еще одном моем докладе на другой конференции. На канале SEO без воды выложу, скорее всего, выложу сам доклад, как минимум выложу презентацию к тому докладу. По-любому будут у вас тоже эти данные. То же самое по буржуу. Средняя цена, количество доноров в зависимости от качества, стоимость в зависимости от качества, стоимость в зависимости от тематики, наценки за сомнительные тематики, за гамблуза, там, селедии всякие и прочее. Ну, в общем, вся эта история по буржу и рекомендации тоже по буржу по западу. Так, и, ну, собственно, будет это вот в канале SEO без воды. И на этом все. Доклад мой завершен. Презентации всех сегодняшних докладов от всех сегодняшних спикеров, в том числе, будет на канале SEO без воды. Вот QR-код этого канала. И, да, база доноров, она, собственно, вот здесь, поэтому QR-коду доступна уже сейчас. На бесплатном режиме доступно все, кроме автоподбора. Ну, и там просто есть лимиты. Не хватает лимитов переходить на один из платных тарифов. И автоподбор доступен на всех платных тарифах. Ну, просто своими лимитами.